Всем здравствуйте! Меня зовут Ольга, и я англомама. Моему ребёнку сейчас уже 5 лет, и я хочу поделиться с вами книгами, которые нам очень пригодились на более раннем этапе нашего изучения английского языка, когда ему было примерно полтора-два года. Это серия книг про малышей. В таком наборе 8 книг. Давайте как раз-таки посмотрим, что у нас здесь есть. Каждая книга посвящена определённой тематике и эмоциям, которые испытывает наш малыш. Одна из самых популярных книг, которая наверняка вам известна, это Where is Baby's Belly Button? Это, пожалуй, самая популярная книга из всего набора. Здесь мы с ребёнком сможем изучать части тела, и не просто их изучать, а сможем их находить, потому что все части тела спрятаны в прямом смысле этого слова. For example, Where are baby's eyes? Мы можем сделать удивлённое лицо, пытаться найти глаза, чтобы именно ребёнку было тоже интересно. И на каждом развороте есть вот такая вот открывашка, которая по-английски называется flap. Под этим flapом скрывается та самая часть тела, которую мы ищем. Where is baby's mouth? Как вы видите, рот ребёнка здесь прикрыт, и с помощью простого движения руки мы сможем найти его. И здесь также написано Behind the cup. То есть помимо того, что мы повторяем части тела, но мы также изучаем и предлоги места. Предлоги места с ребёнком – это одна из тем, которую можно изучать буквально с самого начала, когда у вас есть небольшой словарный запас, будь то части тела или же животные, цвета. И вы можете прятать определённые предметы по квартире и с помощью предлогов их находить. Поэтому эта книга однозначно поможет вам в изучении тех самых предлогов. Good job, everybody! Where is baby's belly button? Вот как раз-таки теперь мы сможем найти заветный пупок, о котором шла речь с самого начала. And look, under the shirt. То есть здесь у нас также повторяется ещё и одежда. В продолжение темы предлогов мы можем рассмотреть книгу Splish Splash Baby. Это про то, как ваш ребёнок купается. И здесь также помимо того, что вы видите изображение на картинке, есть вопрос. What's behind the bath bottles? Открывая тот самый флэп, вы сможете найти ответ. Three yellow ducks. And quack-quack. То есть та фраза, которую именно издают уточки. What's under those teeny tiny toes? И посмотрите, здесь есть также рифма, то есть ребёнку будет легко воспринять вашу фразу. И фразы teeny tiny. То есть этот эпитет, он очень типичен для британцев. То есть это хорошая разговорная британская речь. Открывая флэп, мы находим ответ. Look, it's a big blue whale. Очень важно развивать эмпатию ребёнка, и поэтому необходимо проговаривать с ним его чувства. В этом поможет вам книга, которая будет понятна даже самым маленьким ребятам, и они уже смогут выражать свои эмоции. How does baby feel? Okay, baby wants milk and crackers. How does he feel? Let's have a look. Hungry. И здесь, конечно, вы можете также подкреплять всё своими жестами и эмоциями. Yo, good job. Baby gets a tummy tickle. Look, his mom is tickling him. How does he feel happy? Здесь непременно понадобится ваша улыбка. Baby is yawning. How does the baby feel? Let's open. Open the flap. Sleepy. То есть всё предельно просто, понятно, но очень необходимо для маленького ребёнка. What does baby laugh? Пожалуй, самая приятная книга в этой серии, потому что будем говорить именно про то, что любит ваш ребёнок. В принципе, каждый ребёнок. Baby is laughing. Здесь как раз-таки уже появляется время, то есть время present continuous. Конечно, ребёнку вы не будете объяснять грамматические конструкции, но правильную фразу он уже запомнит и будет её воспроизводить. What does baby laugh? Tickles from mommy. И здесь, конечно, вы можете его пощекотать. It's playtime. What does baby laugh? Okay, let's have a look. Noisy toys. Bang, bang. Возможно, у вашего ребёнка уже есть барабан, и вы точно знаете, какой звук он издаёт, и ребёнок сможет ассоциировать эту фразу с noisy toys. Something is barking. Снова тот самый present continuous, о котором мы, конечно же, не говорим. And what does baby laugh? A playful puppy. Повторяем также и звуки, которые издают животные. В продолжении книги Where is baby's belly button? Есть книга Toes, ears and nose. Она, конечно, также про части тела, которые будут спрятаны. Look. Inside my mittens I've got. Первое время вы будете сами обучать ребёнка тому, что у нас как раз находится под нашими варежками. Fingers. Но спустя какое-то время ребёнок выучит эту фразу и будет вам самоотвечать. То есть вы начинаете продолжение. Inside my mittens I've got. И ребёнок вам говорит fingers и показывает свои пальчики. Inside my boots I've got. Вот, несложно догадаться, что здесь у нас будут toes. Under my head are two, конечно же, yes. Какая одна из любимых игр вашего ребёнка? Конечно же, прятки. Любой малыш с радостью сыграет в неё со своей мамой, как и главный герой нашей книги. Mommy is playing hide-and-seek with me. Is mommy in the closet? Вы можете открыть. Ну, как открыть? Открывая флэп, вы можете найти. No, my wagon is in the closet. Таким образом, ребёнок ищет свою маму под разными предметами и в итоге, конечно же, её находят. Is mommy under the blanket? Yes, I found you, and I love you, mommy. Вот такой вот хэппи-энд данной книги. Peek-a-boo, I see you. Эта игра наверняка вам тоже знакома. С помощью книги Peek-a-Baby вы сможете поиграть в неё со своим малышом. Who is under the umbrella? Is that you? Peek-a-boo, I see you. Who is behind the laundry? Where are you? Where are you? Is that my baby? Peek-a-boo! То есть буквально на каждой страничке вы ищете героя, играете со своим ребёнком и весело изучаете английский язык. В этом вам поможет серия книг Where is the baby's belly button? Goodbye! Goodbye! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok